Ну что же, мы наконец попали на презентацию Nokia, где она представила несколько новых своих продуктов. Одним из них является вот эта Nokia Lumia 720, она находится между 820 и 920 моделью, получается такое промежуточное звено, не очень дорогое устройство, будет стоить 250 евро, уже в этом квартале появится в продаже, в том числе и в России. Дисплей здесь диагональю 4,3 дюйма, разрешение 800 на 480 точек, двухъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц, как нам только что сказали, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ памяти основной. Кроме того, здесь есть слот для карточек microSD емкостью аж до 64 ГБ. На задней панели есть вот такая контактная площадка для беспроводной зарядки телефона, можно так положить на док-станцию и заряжать. Вот такой динамик кругленький и 6-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. На верхнем торце аудиоджек, слот для сим-карточек, регулятор громкости, кнопка включения, кнопка для камеры, как всегда во всех телефонах компании Microsoft. Это требование Microsoft ко всем телефонам на Windows Phone. Снизу порт microUSB для зарядки и подключения. Компьютеру и слот для microSD карточек. Вот такой телефон, естественно, он есть не только в желтом цвете, но также еще в белом, красном и синим. Это, скажем так, новая политика компании Nokia, она делает телефоны красочными и яркими. А вот это самая дешевая модель в линейке Lumia. Называется Lumia 520. У нее 4-дюймовый экран на 0,3 дюйма меньше, чем у модели 720. Разрешение такое же, 800 на 480. Здесь тоже используется двухъядерный процессор Snapdragon с таковой частотой 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и тоже 8 ГБ основной памяти. И также есть слот для карточек microSD с поддержкой карточек до 32 ГБ объемом. Сзади есть 5-мегапиксельная камера, которая поддерживает все те же программные линзы, которые поддерживает, например, и вот это Nokia Lumia 920. Возвращаемся к этой новой модели. Сверху аудиоджек. Правый торец стандартный для всех Windows фонов. Кнопка для спуска затвора камеры, кнопка блокировки экрана, кнопка регулировки громкости. Снизу порт microUSB, слева нет ничего. Вот такая штука. Помимо черного аппарата существует также еще вот такой желтый. Пожалуйста. И в принципе эти корпуса заменяются, так что не исключено, что можно либо найти какой-то другой цвет, либо изготовить даже с помощью 3D принтера себе новый кейс для, собственно, самого телефона. Nokia Lumia 520 работает, естественно, на Windows Phone 8, самый дешевый аппарат на этой платформе. Стоит будет 140 евро. Появится так же, как и 720-я модель в этом квартале. Продолжение следует... Продолжение следует... ...преавливается. Продолжение следует... Подпишись на канал.